Сегодня в Харциз каждый день приезжают люди из Дебальцево, Горловки, Донецка и других населенных пунктов при фронтовой полосы. Городской центр социальных служб стал настоящей палочкой-выручалочкой для вынужденных переселенцев, таких как Людмила Рудоненко. Непрерывные артобстрелы вынудили женщину покинуть родной Донецк. Там все равно стреляют, все равно бомбят, уже сил нет. Бабушка 84 года, инвалид первой группы. Сколько можно терпеть? Спасибо, мирные жители дали квартиру бесплатно, приютили. Сотрудники центра социальных служб рассказывают, что среди харцизян множество небезразличных людей и желающих оказать безвозмездную помощь вынужденным переселенцам найти несложно. Очень много людей приходят, приносят и купорку, приносят и продукты. Есть даже люди, которые получают гуманитарную помощь, они приносят эту гуманитарную помощь. В основном это бабушки, конечно, которые так получилось, что вот в этот день не получили и пенсию, и гуманитарную помощь. То есть гуманитарную помощь полностью приносят, сразу полностью пакетами, покупают сами за свои деньги. Даже есть люди, которые приносят небольшое количество бытовой химии, даже один порошочек, и то это, конечно, большое спасибо всем, потому что это очень большая помощь нашим людям. И это не пустые слова, это реальная помощь. Например, сегодня работники предприятия харцизские высоковольтные электросети, причем уже не первый раз, привезли в социальную службу бытовую химию и продукты питания. Привезли уже не первый раз гуманитарную помощь в виде, вот как вы видите, продуктов питания и бытовой химии на сумму больше 2000 гривен. Это уже не первый раз. Первый раз было около 3000 гривен. То есть большое им спасибо за оказанную помощь. Сегодня одежду для переселенцев привезли и сотрудники городского отдела полиции. В этот раз не харцизским уголовным розыском мы предоставили гуманитарную помощь для беженцев с Ясиноватой, с Дебальцева. Мы вместе с предпринимателями города Харцизка организовали им вещи. Работники службы рассказывают, что приходят харцизяне, которые готовы бесплатно приютить или предоставить свое жилье людям, которых война вынудила покинуть родной дом. На сегодняшний день в социальную службу обратилось 67 таких семей. Все они так или иначе устроены, благодаря поддержке неравнодушных харцизян.